Дорогие телезрители, дорогие друзья! Для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнуты, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам? Мы несем туда весть. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог бласовит вас. Присоединяйтесь. Послушайте. Некоторым сегодня Бог говорит. Ты построишь планы или построил планы на много лет вперед в своей жизни. Сегодня Бог хочет поговорить с тобой. Он хочет поменять твои планы. Именно тот, который смеялся внутри себя. Это я говорил, кто я такой, чтобы Бог использовал меня? Что Бог не знает грехов моих? Что Бог не знает жизни моей? Послушай, а Бог знает все, поэтому Он привел тебя сюда. У Него есть серьезные планы для твоей жизни. И когда тебе говорили, что Бог будет использовать тебя, ты внутри себя смеялся. Почему? Потому что ты знал, что Бог точно такого, как ты, не может использовать. Вот в этом и будет Его слава. Вот в этом и будет Его величие и могущество. Что тебя, неспособного, грешного, недостойного, Бог освежит, обновит, очистит, осветит и будет использовать для своей славы. Ты думал, что ты вообще ни на что не способен. Ты думал, мне привилегия в жизни, если я буду просто подметать. И то, кто я такой, чтобы это делать. В этом и есть Его слава. В этом и есть Его могущество. Что Он берет немудрое миро сего. Он берет неспособное миро сего, чтобы посрамить мудрое. Знаете, почему мы собираемся каждый год? Почему я все 10 дней провожу с вами? Потому что я верю. Если Бог смог использовать меня для своей славы, послушай, то Бог тебя может использовать намного больше. Я не смеюсь. Я не утрирую. Я не преувеличиваю. Я искренне, глубоко, внутри себя верю в это. Поэтому так много вкладываю сюда. Своё время, своё сердце, своё участие. Потому что я верю, что вы то поколение людей, которые окажете влияние. Вы то поколение людей, которые явить славу Господню на этой земле. Вы то поколение людей, которые будете лучшими врачами. Вы будете лучшими специалистами в определенных сферах. Вы будете лучшими законодателями. Вы будете лучшими докторами. Вы будете лучшими профессорами. Вы будете лучшими юристами. Вы будете лучшими адвокатами. Станьте лучшими судьями, которые были за всю историю в этой стране. Богопоясненные, исполненные Духа Божьего. Руководители предприятий, которые будут оказывать духовно-нравственное влияние на людей своей верой, своей молитвой, своим упованием. Послушайте, история полна людей, которых Бог поднял, которых Бог использовал. Просто решение этих людей. Даниил, который уходился за Бога, и Бог начал сильно его использовать. Давид, который был даже никому не нужен, даже в армию его не взяли. Бог начал сильно ему использовать. Были те, которые боялись, а Бог начал их сильно использовать. Были те, которые были хитрые настолько, что родственники убить их готовы, Бог начал их использовать. Бог хочет поговорить с тобой. Знаете, о чем я размышляю в последнее время? У меня там место Священного Писания, наверное, я не знаю, вот уже весь 19-й год, оно у меня крутится в голове, крутится, крутится, он не уходит от меня. Все мои проповеди вокруг этого места Священного Писания. Знаете, я живу в ожидании, предвкушении, что вот что-то Бог начал делать такое, что нам нужно быть просто готовым для этого. Ефесянам, 3 глава, 20-21 стих. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Действующей силой в нас, скажи, действующей силой в нас. Представляете, Бог действующей силой в нас может сделать несравненно больше, о чем мы просим. Представляете, мы порой дикие в своих желаниях, мы порой Богу говорим какие-то невероятные вещи, мы открываем Богу какие-то свои секреты, какие-то свои тайны, какие-то свои мечты. А Бог говорит, послушай, то, о чем ты говоришь в молитве и просишь у меня, я могу сделать намного больше. Потом ты помолился, ложишься спать, и ты мечтаешь, ты думаешь, о Бог, о если бы. А потом думаешь, слушай, вообще у меня с головой в порядке все, если друзьям скажу, буду долго смеяться. И тебе приходят какие-то дикие мечты, тебе приходят какие-то дикие, совсем несоразмерные от твоего понимания жизни, от твоего состояния, от твоего реальности твоей. И ты мечтаешь, и ты думаешь, о если бы, может быть. Простите, у Бога великое, но Бог даст еще намного больше. Мечтать о великом, Бог даст еще намного больше. Библия говорит, что Бог с силой действующей у нас может сделать несравненно больше, чем мы просим. И дальше, о чем помышляем. Для чего? Послушайте, народ Божий, это место священного Писания для нас с вами, потому что, чтобы Ему была слава где? В церкви. Это говорит о том, что Бог в последнее время прославит себя в церкви. Через кого? Через себя. Бог прославится через себя. Иди открывай церковь. Иди в библейскую школу. Иди в молодежный год для Иисуса. Иди в год для Иисуса. Не знаешь, как начать? Иди. Ты начнешь. Ты сделаешь первый шаг. А Бог будет заканчивать твоей жизни. Все, что нужно, твоя страсть. Твое желание. Твоя искренность. Твоя молитва. Твое усердие. Когда Бог начал говорить ко мне, я находился 3000 километров от своего дома. Я летел в самолете. И в один день я рассчитывался с работы. Я договорился со своими родителями. Я договорился с родителями своей жены. Я договорился со своим пастором. И через три дня я уже сидел в библейской школе. Бог начал говорить. Кому-то сегодня нужно это услышать. Что тебе нужно идти в библейскую школу. Кому-то нужно сегодня это услышать. Что сегодня лучшее время для тебя, чтобы оставить все, что у тебя есть. И двигаться за Богом. Потому что Бог говорит к тебе. Вы знаете, когда Бог начал говорить ко мне, это не был просто проповедник, который так красиво говорил. А это был Дух Божий, который начал так громко говорить. Так громко говорить. Я понял, Бог влечет меня, Бог зовет меня, Бог призывает меня. А я только женился, у меня были большие планы. А Бог начал говорить, послушай, я поведу тебя там, где ты не был. Я буду использовать тебя так, как еще никогда не использовал. Бог, я иду за тобой. Странного вида человека. С точки зрения, знаете, вот внешности вообще никакой перспективы. Обнять и плакать. Как вообще люди меня могли слушать? Когда Бог говорит, тогда не важно, как ты выглядишь. Когда Бог говорит, тогда не важно, что у тебя в прошлом. Когда Бог говорит, слава Божья приходит. Через год Сара держала на руках ребенка. И не важно, что ты смеялась, Бог пришел серьезно поговорить с тобой. Послушайте, Писание говорит, что Марка у верующих будет сопровождать все знамения. И там Библия говорит, что мы будем мертвых воскрешать, мы будем говорить иными языками, мы будем бесов гонять, и мы будем проповедовать до края земли. Сила Божья придет. Это, знаете, не то, что из для кого-то, знаете, пасторов, епископов, евангелистов, учителей, пророков Бог будет использовать. Написано, у веровавших же будут сопровождать сии знамения. Знаете, когда солнце светит и тень появляется, то тень появляется только потому, что солнце светит. Когда свет светит, тень появляется. Знаете, это как знамение того, что просто есть свет. Вот Писание говорит, что это должно стать естественной частью нашей жизни. Представляете, практикующие христианство, которое высвобождает силу Божью, которое получает от Господа. Ты не знаешь, что сидит рядом с тобой. Может быть, ангелы Господни сегодня пришли, чтобы посвятить тебя, и они будут высвобождать силу Божью в твою жизнь, и они будут говорить тебе, какие-то невероятные вещи, и ты будешь смотреть на них. Сколько мы слышим свидетельств, когда приходили какие-то люди, и они куда-то исчезали, и ты никогда их больше не встретил. Я помню, когда в один из самых сложных моментов в моем услужении, когда против нас восстал весь город за то, что мы покупали дворец культуры, я потерял сон. и я третью ночь не сплю, и я понимаю, что я или сойду с ума, или просто умру, и я упал, Бог, помоги мне. И я приехал в одну церковь, и там была старенькая бабушка, которая подошла ко мне и сказала, что ты вопишь Богу, дай мне это здание, дай мне здание, Бог тебе его дал уже. А я смеялся внутри. Я стоял, смотрел на ту бабушку и смеялся, потому что я думал, бабушка, если бы ты знала, какие проблемы у меня, если бы ты знала, что мне три дня назад сказали, я уже третью ночь не сплю, о чем ты говоришь? Знаете, почему мы начали паспорт? Потому что вот именно в этой поездке когда-то бабушка начала мне говорить, я увидел сон. Я увидел сон, что я стоял на ступенях нашего здания. И молодежь, как на линейке стояла в школе, я стоял на ступеньках этого здания, я говорю, идите по всей этой стране, насаждайте церкви, проповедуйте Евангелие, достигайте недостигнутых. И я проснулся. Я понял, Бог, ты пришел, ты дал мне это здание. Если я стою на ступенях этого здания, значит, ты мне его уже дал. И я увидел там тысячи молодых людей, которые стояли, готовые делать работу для Царства Божьего. Пустя годы я вернулся в эту церковь. Я захотел увидеть эту бабушку. Я захотел, знаете, подойти и сказать ей спасибо, потому что она была человеком, который высвободил силу Божью в мою жизнь. И мир Божий пришел внутри меня. Я начал снова спать, я начал снова нормально служить, я перестал переживать. Внутри меня утрудилось Царство Божие, что Бог дал нам это. Я спросил у пастора, где эта бабушка? Я хочу ее увидеть. Знаете, чем я удивился? Вся церковь искала эту бабушку. Никто не мог вспомнить, кто она. Я стою и думаю, Господи, а была ли это вообще бабушка? Может быть, Ты просто пришел ко мне в этот день, и Ты просто утверждал Царство все внутри меня. Ты говорил ко мне, и Ты принес свой мир. А я стал и смеялся. Я стал и смеялся, потому что обстоятельства в моей жизни говорили громче, чем Бог, который пришел в мою жизнь и говорил ко мне. Давайте мы встанем. Я хочу обратиться сегодня к тем, которые находятся в этом зале. И когда вы слышите, что Бог будет вас использовать, ваше настоящее, ваше прошлое, оно как-то не складывается вам как-то... Вы понимаете, что так, как вы есть, Бог не может вас использовать. Но что-то происходит с вами на этом служении. Сердце горит. Вы понимаете, Бог говорит ко мне сегодня в этот вечер. послушай, если сегодня Бог говорит к тебе в этот вечер это время принимать решение, которое окажет влияние на твои следующие 40-50 лет жизни. В тот вечер, когда Бог говорил со мной, я уже 30 лет следует тому, о чем тот вечер Бог говорил со мной. Если ты тот человек и сердце от твоего рвется, и ты понимаешь, Бог сегодня говорит с тобой, Дух сегодня касается тебя, я попрошу тебя, выйди сюда наперед. Субтитры подогнал «Симон» послушайте, это не момент каких-то твоих эмоций, это момент твоих решений, обдуманного, взвешенного решения. Бог не привел тебя просто найти новых друзей, Бог не привел тебя просто, чтобы хорошо провести время, у Бога есть большой план для тебя, ты строил и строила многие планы на многие годы своей жизни, послушай меня, так не будет, как ты планируешь, Бог поведет тебя, Бог будет использовать тебя так, как Он хочет, ты еще будешь там, где ты никогда не был, ты будешь видеть великую славу Божию, ты будешь сокрушаться от Твоего могущества, ты переживешь величайшую благодать, Бог будет утверждать свое царство через тебя, Он поведет тебя в сложные места, в те места, о которых ты никогда не думал, но ты полюбишь это место, потому что, послушайте, что такое успех, успех, это оказаться там, где Бог хочет видеть тебя, я пережил успех в своей жизни, я понял, что такое успех, это понять то, что Бог хочет от тебя и прийти туда, где Бог хочет видеть тебя, когда Он наслаждает тебя там, где Он хочет использовать тебя, ты начинаешь процветать, потому что Он начинает прославляться в тебе и через тебя, все, что тебе нужно, перестать смеяться, перестать списывать себя, перестать относиться лекомысленно к себе, просто довериться Богу. Я хочу помолиться вместе с тобой, я хочу попросить пастору, пожалуйста, кто есть ебископа, выйдите сюда, я хочу попросить наших драционных братьев, пожалуйста, выйдите, давайте мы проведем время в поклонении, я хочу помолиться за каждого из вас, почему? Потому что, когда ты вернешься домой, ты спокоишь свои вещи, ты отправишь анкету, ты будешь молиться и ждать, и через год, послушайте, и через год я снова вызову вас, и мы будем благословлять вас, и мы здесь выведем на экран города, в которые вы пойдете, и мы будем благословлять вас для того, чтобы вы пошли и понесли весь туда, куда мы не дошли. И вы увидите больше славы, вы увидите больше величия, больше, вы воздадите славу Богу, потому что это день, который Бог изменил тебя навсегда. закончилось время смеха, пришло время серьезных решающих своей жизни, пришло время глубокого посвящения Богу, пришло время довериться не своим знаниям, не своим умениям, а Богу, который может сделать намного больше, намного больше, чем ты думаешь, чем ты просишь, чем ты мечтаешь. Я мечтал быть пастором трехсот человек в церкви. Я думал, мой пастор четыреста человек, он великий человек, он великий человек. Когда я поехал на миссию, через год я был пастором уже пятьсот человек. Ты спросишь у меня, как это? Я тебе скажу, это был Бог. Потому что у меня не было ни знаний, у меня не было ни опыта, у меня не было ничего, у меня были одни проблемы в жизни. У меня было такое чувство, что весь ад восстал против меня. Десять месяцев я не видел своих сыновей, они лежали в больнице. Я через десять месяцев ввез их туда, где я служил. Врачи давали мне две недели. У меня было такое чувство, что весь ад восстал против меня. Но я вам хочу сказать, я увидел славу Божью, я увидел славу Божью, я увидел славу Божью. Но я верю, что то, что Бог показал мне, то, что Бог показал мне, что вы, то поколение, которое окажете влияние, я глубоко верю в это. Мне все равно, что критикуют за наш свет, за наш звук, за громкость, за все. Кто-то говорит, там, это какое-то шоу. Мне все равно, что они говорят. Я знаю, что Бог Духом Святым утверждает свое царство внутри тебя. Он будет использовать тебя. Если ты приехал, и тебя привлек этот свет, если ты приехал, и тебя привлекли лучшие музыканты, я готов еще больше света, я готов еще больше звука, я еще готов больше вкладываться, чтобы лучше музыканта. Я хочу поблагодарить наших друзей, которые сказали, мы будем приезжать. Они не наши гости, они наши партнеры, потому что мы станем вместе, и мы пойдем в этой стране, и мы будем утверждать царство Божье. Потому что для Него живем, для Него дышим, для Него существуем. Послушайте, я никогда не думал о каких-то благах материальных, я просто нашел и служил. Но когда ты приближаешься к Нему, все остальное начинает прилагаться к тебе. Послушайте, не думать о том, что тебе завтра есть, что тебе пить. Бог позаботится, Бог явит себя в силе и славе. Иди, если Бог зовет тебя, позволь Богу использовать тебя, и ты увидишь великие вещи в своей жизни, потому что Бог с силой действующей в тебе сделает намного больше, чем ты просишь, о чем мечтаешь. Я помню, я приехал, у нас не было ничего, я встал на обетование. Бог! Ты не видел праведника, детей его просящими хлеба. Бог, я верю, что ты обеспечишь. У нас были сложные моменты в жизни, но мы никогда не голодали. Мы никогда не голодали. Я помню, в день, когда Советский Союз разваливался, я сидел, я не знал вообще, что делать, я оказался за границей, я оказался, моя семья в одном месте, я в другом месте. Бог, что мне делать? Я сижу возле гостиницы, я считаю деньги, сколько у меня осталось денег, потому что мне нужно принять решение, или купить билет, ехать домой, или что мне делать? Прихожу в гостиницу, а мне женщина говорит, послушайте, тут для вас передача. Я подхожу к гастролю, открываю там курица вареная. Кто пришел, кто принес? Вы знаете, я узнал об этом только спустя, наверное, 25 лет. Я приехал на север Пермского края, там семья мне одна сказала, мы были те. Наша мама сказала, пойдите к этому молодому человеку, ему сейчас очень трудно, и отнесите это. Послушайте, у вас есть сила, вы максималисты по своему пониманию, вы имеете высокие требования, позвольте Богу максимально использовать вас. исполните его любучим. И мы сейчас будем поклоняться. Я твой, только твой, Господи. Я твой, я твой, о, Господи. Я твой, я твой, я твой, я твой, только твой, Иисус, я твой, только твой, я твой, я твой, я твой, я твой. Иисус, я твой, 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 я твой Все, что в сердце Ты, все, что в мыслях Ты, в глубину Свою поведи. Все, что в сердце Ты, все, что в мыслях Ты, в глубину Свою поведи. Ведь я Твой, только Твой, я Твой, я Твой. Мы не устанем произносить эти слова, Господь. Я Твой, я Твой. Субтитры создавал DimaTorzok